Приветствую вас и посмотрел вам, ответили уже коллеги, предлагая либо принять ситуацию такой, какая она есть, либо расстаться мужчин. И не оспаривая их правоты, отчасти соглашаясь, хотелось бы добавить несколько своих слов, мыслей по поводу вашей ситуации. Дело в том, что мужчине так удобно, вот он делает так, как ему удобно. Ему удобно помогать своим родственникам, удобно проводить с ними больше времени, хотя они вас не принимают и в этой ситуации ему бы занять вашу позицию, поддерживать бы вас, но он этого не делает. Вместо этого он ставит вас, ну, не на первое место. Точно, не на первое. А это означает, что мужчина, в общем-то, не особо вами дорожит. Мужчина, для которого женщина дорога, ставит ее на первое место. Она для него важнее и превыше всего. Ваш молодой человек так себя не ведет. Ну, не будем его переубеждать. Не будем его переделывать. В конце концов, он такой, как он есть, это правда, с этим ничего не поделать. Но, давайте подумаем, подумаем. А что заставило его так себя вести? Ну, родственники там бросат свои помощи, это понятно. Они бросили ее у него, я так понимаю, еще до того, как вы с знакомились, хорошо? Ну, теперь у него есть вы, и он все равно так себя ведет. И вот в вашем контексте мне бы хотелось сказать, что мужчина ведет себя так потому, что знает. Он знает, что вы никуда от него не денете. Он знает, что вы будете его ждать. По крайней мере, он не допускает мысли о том, что вы его бросите, например. Что вы уйдете, что вы найдете того человека, который будет, ну, больше внимания вам уделять. И вот поэтому, да как раз, исходя из этого, мы и попробуем строить вашу линию поведения. Что сказать? Расстаться вы всегда успеете. Знаете, разрушать не строить. И очень легко разрушить то, что строилось годами. Поэтому давайте не будем торопиться выступать разрушителями в нашей жизни. Не будем мы и впадать в другую крайность, и говоря о том, чтобы принимать ситуацию такой, какая она есть, и смириться с ней. Давайте попробуем изящно выйти из нее. По крайней мере, начать выходить. А что получится, уже покажет время. Вы откровенно написали о том, что молодой человек приезжает к вам только когда вы об этом просите, и то неохотно. Понятно, что его родные не в восторге от вашего взаимодействия с ним. И, наверное, они настраивают его против вас. Говорят такие слова, что если любит, то когда ждет, он сам, если любит, будет ждать, никуда не денется, а если уйдет, то она не твоя и прочее. И, конечно, молодому человеку трудно. Ему трудно, потому что на него оказывается давление. Давление достаточно серьезное, к сожалению. И хотя можно сказать, что он уже взрослый, чтобы решать сам, тем не менее мы все люди и поддаемся на влияние близких к нам. И в этой ситуации вам нужно сделать следующее. Ситуация такая, какая она есть, не принимать. И не расставаться тоже. Но перестать проявлять инициативу. Вот он не хочет общаться, не хочет приезжать, не хочет уделять вам внимание. Ну и хорошо. И хорошо. Вы используете свое время для того, чтобы жить для себя. Общайтесь с друзьями, с мужчинами. Вы хотите куда-то, проводите время, развлекаетесь, общаетесь. И мужчина ваш внезапно осознает, что вот как-то вы давно в нем не нуждались. Например. Как-то вы давно не обращались к нему. Как-то вы давно его не звали. Вы знаете, это чувство, оно появляется сразу. Оно происходит постепенно. Но, когда оно появляется, от него уже не выйдет. От него нельзя скрыться, от него нельзя отделаться. Оно постоянно с тобой. Это чувство, что человеку ты больше не нужен. И мужчина, конечно же, спустя какое-то время вам позвонит. Внешне небрежно, или может быть даже с обидой. Спросит. Почему не звонишь? На что вы спокойно ему скажете. Я знаю, что ты занят, не хотел тебя отвлекать. И все. И если мужчина вами действительно дорожит, он сделает из этого вывода. Он либо будет наращивать общение с вами, либо наоборот ведет его к минимуму. Чем покажет вам, что ему все равно, чем вы занимаетесь. Ну, может быть, конечно, обвинения в ваш адрес прозвучат. Тогда мужчины считают, что вы обязаны заниматься то положение, которое он вам отвел. И не имеете права на то, чтобы, ну, как-то думать о себе и жить для себя. Вы должны его ждать. Так считают мужчины, и в этом вам его не переубедить. Обратное не доказать. Но совершенно очевидно, что вас это не устраивает. И вам следует сделать выводы и жить исходя из них. Но дайте мужчине шанс осознать, куда ведет его линия поведения. И к чему она может в итоге привести. А вот, когда осознаем, вот тогда уже вам предстоит принять решение. То самое решение, которое назвали мои коллеги. Только тогда и ни в коем случае не сейчас. Потому что, что бы вы ни сделали сейчас, не имея четкого представления о том, или хотя бы более-менее определенного представления о том, как мужчины к вам относятся, вы будете жалеть о содеянном. И оставшись с ним, вы будете жалеть. И разойдя с ним, вы также будете жалеть. Поэтому следует дать ему шанс. И себе тоже дать шанс. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.